В Мурманске состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике. В рамках мероприятия прошла экскурсия представителей Комитета на атомном ледоколе «50 лет победы». Делегация Комитета по экономической политике Совета Федерации России с интересом рассматривает ходовую рубку ледокола «50 лет победы». Многие впервые посетили не только огромное судно, но и побывали за полярным кругом. И побывали не зря. Во время визита удалось обсудить перспективы развития Арктики и Северного морского пути. Мы провели выездное заседание Комитета. Тема выездного заседания – это развитие и законодательное сопровождение Северного морского пути как неотъемлемой части арктической зоны России. Впечатлены, конечно, работа была хорошая, проведена. Очень хорошие доклады были. И федеральные организационные власти предложили свои варианты. И Андрей Владимирович предложил изменить законодательство об арктической зоне России. И поэтому я считаю, что работа пошла очень благотворно. Посещение ледокола – событие символичное. «50 лет победы» – один из гарантов того, что обеспечить грузопоток по Северному морскому пути – дело реальное. Реально считают представители Комитета согласно требованию президента Владимира Путина и увеличить грузопоток. Северный морской путь и вообще развитие Арктики – это один из трейдеров реализации национальных проектов, которые, честно, поставил задачу президента реализовывать. Безусловно, регионы, которые входят в эту зону, они являются ключевыми и смыслами для этих задач. И сегодня, как раз, исполняющий обязанности губернатора, рассказал свои планы по развитию региона. В первую очередь у Эрин Андрея Чибис регионы должны получить больше полномочий в сфере реализации инвестиционных проектов. На местах, что нужно регионам, виднее. Часть представителей Комитета Совета Федерации по экономической политике эту инициативу намерены поддержать. А вот другие подходят к вопросу с осторожностью. Предложение может быть обсуждено, потому что в данном случае нужно конкретику, что за этим откроется, за предложениями. Сейчас у регионов и так достаточно серьезная полномочия для того, чтобы они, во-первых, сами знают прекрасно своих инвесторов, их. Но федеральная часть, она заключается в том, что мы на федеральном уровне за счет изменения федерального законодательства, за счет помощи федерального уровня содействуем тому, чтобы инвесторы приходили в регион. Для того, чтобы они реализовывали свои проекты в именно конкретном месте с лучшими условиями и для того, чтобы быстрее жизнь и качество жизни улучшалось в том или ином регионе. В целом, считают представители комитета, поездка и выездное заседание оказались плодотворными. Мнениями обменялись, теперь задача все услышанное закрепить на бумаге. Дальше инициативы будут обсуждать на федеральном уровне.